За баранкой нашего пылесоса Анна Лепихина, как всегда, по четвергам. Доброе утро. Неожиданно, доброе утро. Ну что, с прошлого раза, после прошлой программы, слушатели как-то активизировались и письма пришли снова. Ну давай. Слушай, не знаю, насколько эта проблема, может так у всех, но хочется спросить мнение психолога. Мне 27. Мужчина пишет, он пожелал остаться инкогнито. Я не женат. На данный момент ни с кем не встречаюсь. Хотя опыт длительных отношений, пусть и не самый богатый, у меня есть. И меня сильно раздражает, когда друзья и родня считают своим долгом меня с кем-то свести. Приводят без предупреждения на наши общие встречи всяких «хороших», в кавычках, но одиноких девушек. Как жаль. Хорошие, но одинокие. Я пришел расслабиться с друзьями после работы, а тут на тебе, дама. Я такой подставы не ожидал. Неловкость, стеснение, другие темы для разговора и так далее. В таких ситуациях, какая хорошая бы она ни была, а мне уже не хочется с ней ничего общего иметь. Я по-другому вечер хотел провести. 21 век, а мне не дают возможность выбрать спутницу самому. Так у всех одиноких, которые приближаются к 30, или только у меня. Когда нужно строить семью? Как это сделать самостоятельно? Или не стоит отказываться от помощи? Вот такой вопрос. Ну да. Скажите, как у всех, и дайте инструкцию. Мне лично. Да. Ну, здесь вот такая... Я услышала такую историю, что почему-то с его мнением особо не считаются родственники и друзья, либо вот он доносит не очень внятно, что ему это неприятно. Насколько я поняла, в принципе, раздражает человека, что вмешиваются в поиски вообще. Ну, да. Ну, можно обозначить своим близким, что спасибо, друзья, оценю вашу заботу. Да, ведь это же просто желание помочь. Да. И это у многих возникает. Да. И мне мама в свое время тоже там показывала фотографии. Ну, и всякое такое разное. Если вдруг не помогает сказать, то можно показать, каким образом. Например, если мама приводит там девиц каких-нибудь, ну, каким-нибудь образом захватить с собой... Я по делам, пока. Нет, нет. Нет, захватить с собой внезапно подругу мамину в гости позвать, не предупредив маму. Ну, почему? Ты сидишь одна, пообщайся. И потом вот такие вот вещи объяснить. То есть, вот первая часть это... Нормально. Слушай, ну... Мам, мне кажется, вот слишком много времени, в одиночестве. Вот, смотрите, подруга. Нормально. Ну, а чем отличается, понимаешь? Ну, да, логично. Нет, я ничего не говорю. Ну, да. То есть, если это забота, и человек хочет о нём позаботиться, какой-то близкий, то тогда можно сказать словами через рот. Всё, этого может быть достаточно. А если нет, ну, тогда вот таким способом наглядно. Ну, как там быть с друзьями, я не знаю, конечно. Особенно, если они женаты. И, наверное, им подругу приводить это в совсем чревато. Ну, проявить как-то, да, изобретательность. Ну, вот, насчёт того, как у всех людей... Я точно совершенно не знаю, у 27-летних одиноких происходит. И я думаю, что нет такого человека, который может ответить, как там у всех всё есть. А вот в каком возрасте заводить семью, когда это стоит сделать и так далее. Особенно для мужчины нет биологических ограничений, когда заводить семью. У женщины есть определённые там биологические ритмы, к которым дамы часто привязываются. Но вот с моей точки зрения очень важно, чтобы прежде человек стал независимым от семьи родительской. Ну, то есть, какой критерий готовности. А про это, про взрослость мы уже с тобой разговаривали, что это тогда, когда ты сам способен отвечать за свой выбор. Молодец, да. И плюс, ты можешь... Я хочу учусь, я слушаю. Хорошо, да. Молодец, пятность. Вот смотри, то есть, можно оценить как, что ты живёшь отдельно, можешь сам себя содержать и принимаешь решение, независимо от того, хотят твои родители или не хотят. Можешь даже согласиться с мамой, если ты тоже, ну, так считаешь. Всё окей. Это вот первая стадия готовности. Вторая часть, на которую стоит посмотреть, это мотивы вступления в брак. Ну, то есть, люди зачем туда вообще идут, вот в эту сторону. Брак – это же не сама цель, правильно? Это же не нужно искать любую женщину просто для того, чтобы выйти за... Ну, чтобы жениться. Вообще, однозначно не стоит любого. Да, никак. Но вот есть такие штуки, как конструктивные и деструктивные мотивы вступления в брак. Я бы что-то повыписала всякого. Вот как вы думаете... Правильные и неправильные. Ну, конструктивные и деструктивные. Конструктивные – это, скорее всего, семья будет развиваться, там, сотрудничество будет укрепляться. Деструктивные, скорее всего, будут отложенные проблемы, ведущие к разрыву. Как вы думаете, друзья, влюблённость относится к каким? Ну, наверное, конструктивные. Дикстык. Я не знаю. Влюблённость, как чувство просто внезапной страсти и скорого... А вообще никаким не относится, наверное. Если влюблённость – это мотив для вступления в брак. Боже мой, мы с тобой знакомы уже две недели, мы держимся рука за руку. Ну, тогда деструктивные. Ну, да. Ну, то есть, понятно. Предсказуемо, что, скорее всего, через какое-то время эйфория гормональная пройдёт, и там окажется сюрприз, да? Да, знаем таких. Да-да-да. Ну вот, какие ещё есть мотивы, которые людей потом завлекают в ловушку? Это демонстрация взрослости. На зло кому-то пойду и женюсь, да? На зло маме, на зло папе и так далее. Социальное давление – это когда, ё-моё, да как вы все меня уже заколебали. Да вот вам штамп, подавитесь. Да. Мама, папа, другие родственники и друзья и так далее. Все подружки уже замужем. То есть, вот это тоже так себе аргумент. И вот наш автор вопроса, он, конечно, очень обоснованно возмущается, что ему это, скорее, мешает вот это давление, посмотреть в себя и как-то вообще сориентироваться. Ему-то самому чего хочется. Есть очень интересный такой мотив, но он больше для девочек характерен, вот где-то вот 20-25. Это когда подружки начинают выходить замуж как-то кучно, и там много красивых свадьб, а сейчас же это такие праздники. А я тоже хочу. И хочется в красивом платье, и чтобы фотосессия, и чтобы была вот такая вот ведущая. И вот прям вот чтобы праздник был, ну, не хуже, чем у других. И вот это бессознательно может провоцировать на то, что когда мы с тобой, даже с не самым подходящим каким-то партнером, начинаются вот все вот эти вот игры именно в семью и в брат. А потом через полгода разводятся. Да, 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 да. Да можно на следующий день, если еще праздник-то удался, подарки собрали, все пока. Нет, они, как правило, еще успевают и ребенка родить. Ну... И потом вот эти вот молодые, одинокие мамаши, вот мы их везде наблюдаем. Ну, это печаль, конечно. Да. Получение социального разрешения на то, чтобы сексом заниматься. Это тоже прям один из аргументов. Ну, наверное, старый какой-то аргумент. А вот как... А о нем мы сразу после... Ну, мы остановились на легализации интимных отношений как способа, как повода вступить в брак. Да, это вызвало, да? Да, конечно. Обсуждение за эфиром. Ну, давайте на этом и остановимся, да, что так бывает. И вот это тоже может быть аргументом. А вот самые такие жесткие, самые часто встречающиеся, это страх одиночества. Это в любом возрасте люди толкают, да, на... Как мотив браку. Ну, вот как вы считаете... Это когда поздний первый брак, что ли? Нет, ты знаешь, это может быть... Это может случиться и в любом... Это может случиться и в 50-е, в 60-е и так далее. Может случиться страх одиночества, и люди для того, чтобы от этого избавиться... Это более логично, потому что... Ты считаешь? Старики понимают, что у молодых своя жизнь... Старики начинают вот это вот свое... Ну, ладно, все, молча. Ну, как ты считаешь, почему вот этот мотив так, ну, не очень позитивный? Выйти замуж там или жениться, потому что боишься одиночества? Ну, потому что лучше один, чем с кем попало. Нет? Ну, еще? Еще варианты дают? А? Ну, потому что ты не один, у тебя есть семья, в смысле родителей, там, сестры, братья, друзья. Видишь, потому что на партнера тогда накладываются обязательства, как бы, бессознательно, что он сделает тебя каким-то счастливым, что вот тебе так одному сейчас плохо, одиноко, грустно, тоскливо, а вот как будто вот этот человек, в нем рецепт твоего счастья, и ты будешь ему потом предъявлять. Ничего себе. Не оправдал ожиданий. Не оправдал ожиданий, да. Ну, то есть потенциально могут быть конфликты. Вот если человек научается жить один и воспринимать это как свободу, устраивать, себе устанавливать социальные связи, себя развлекать и так далее, С кем-то надо научиться быть счастливым самим с собой. Ну, вот про это у нас регулярно, да. Да, мы говорим про это. Он красная нить ведет. И это не так просто, на самом деле, как звучит. Вообще, вообще не просто. Это какой-то просто невероятный, если человек такое научается делать. И, знаете, интересно бывает, когда в роли супруга себе пытаются найти хорошую маму, хорошего папу. Ну, это вот бывает у юных, у юных, особенно там, девушек, что когда тебе кто-то позаботится, тебя обеспечит, возьмет на ручки и так далее. Ну, и корыстные браки, которые, когда мы жаждем исключительно материальных благ, то тоже потом вдруг оказывается, что, вау, я уже получила вот все свои бонусы в виде... А мне все мало. Нет. А оказывается, что вообще мне, как живому человеку, хочется любви, привязанности. Да, опять же, сексуальных отношений с приятным мне человеком, совместных интересов. Не птичкой в клетке быть, короче. Как вот так вот. И тоже могут оказаться какие-то такие ожидания от партнера, что вообще-то я хотела тебе в первую очередь денег, а теперь я хочу еще вот этого всего. Ну, то есть вот это вот все приводит скорее всего только к разводу к каким-то неблагоприятным последствиям. Это был список того, как не надо делать. Как надо делать. Теперь как надо. Как надо делать. Надо делать осознанно, понимать, зачем тебе другой человек. Считается очень хороший мотив, конечно, в создании семьи для рождения детей и функционального партнерства. Ну, то есть это человек, с которым я буду достигать своих целей по жизни совместно. Материальных, эмоциональных, ценностных, духовных. С кем у меня совпадают интересы, ценности, взгляды на жизнь. И поиск именно человека в сфере, например, там, не знаю, если ты любишь альпинизм, то хорошо себе искать супруга где-то вот в той же среде. Вот если это что-то, что тебя влечет по жизни. И есть такая классная штука, семейный опросник, по-моему, Козлов автор. Девять листов, которые он предлагает... Ребят, реально, это так классно. Девять листов, которые он предлагает потенциальным супругам, вот на них вместе поотвечать, поразмышлять. А уже супругам поздно на это отвечать? Слушай, можно тоже, да. То есть можно потенциальные какие-то конфликты загасить, потому что вот этот этап, когда люди только начинают задумываться о вступлении в брак, он называется созданием диады. И пока у супругов нет детей, даже уже у молодых, пока они живут вдвоем, самая основная задача это научиться договариваться, согласовать свои цели, ценности и вот понять, каким образом мы друг с другом взаимодействуем. Если уже ребеночек родился, то там возникают новые задачи у семьи и сложнее будет вот это все решать. Так вот, вот в этом вопроснике он предлагает обсудить совершенно разные темы. А как принято в твоей семье было тратить деньги? А как в моей семье? А как мы хотим, чтобы это было? А допустима ли заначка? А что ты считаешь изменой? А если, например, на корпоративе, под шофе я потанцевал там с другой дамой, приобняла ее за талию, вот это щитово или нет? А если тебе рассказали про это, то что ты будешь делать? Ну вот и наоборот. И много-много-много таких вот вещей. И знаете, что самое здоровское, что если вообще супруги согласны, или там пара, которая думает о вступлении в брак, согласна это провернуть все, то это уже для меня, ну, профессионально очень хороший знак, потому что вот для меня самое главное качество потенциальных супругов, которое приведет к успешному такому долгому браку, это готовность договариваться и принимать точку зрения другого. То есть я хочу... Компромисс. Ты знаешь, даже это не то, что компромисс, я готов искать с тобой решения, при которых будет нам обоим хорошо. То есть я ценю... Компромисс, когда обоим хорошо. Ты знаешь, есть такая позиция вин-вин в гарвардской модели переговоров, когда ты находишь что-то, когда и тебе не надо ничем жертвовать. Вы-то люди-ревецкие у нас компромисс называют, вин-вин в гарвардской модели переговоров. Компромисс, это значит, я тоже чем-то жертвую. А вин-вин это когда нам обоим хорошо. Никто не жертвует. Никто не жертвует. Мы нашли что-то вообще новое. Да. Ну, это отдельная история. Так вот, понимаешь, то есть вот модель, когда я прогибаюсь, был бы милый рядом, это провал. Модель, когда я буду продавливать тебя, вот лишь бы как-то... Самому было хорошо. Самому было хорошо. Это провал. А вот когда мы готовы с тобой договариваться, слышать, слушать и смотреть во все сферы нашей жизни... Вместе пробивать что-то третье. Друга такими, какие есть. Да, да, да. Ой, а знаете, у нас есть еще пару минуток? Мне кажется, это еще когда ты сам хочешь поменяться там в лучшую сторону. И для себя, и для любимого человека. Очень важно, я хотела акцентировать на это внимание, что очень сильное влияние семьи родительской на этапе создания пары проявляется, потому что семья, вот сейчас углючено очень скажу, ну вот так это психологи формулируют, семья пытается очаровать другого ребенка посредством своего и воспроизвестись психологически. Ну то есть, грубо говоря, мои там родители, да? Его родители там, да? Его родители будут стараться со мной устроить самые хорошие отношения, мои родители с ним самые лучшие отношения, и потихоньку как-то влить свои правила семьи, будут на меня тоже воздействовать, чтобы я как бы клонировалась, как семейная ячейка. И поэтому хорошо очень супругам вот эти влияния отслеживать. Это не значит, что надо огородиться железобетонной стеной, но осознавать, что вот это влияние максимально сильно именно на этапе диады создания семьи. Ну, друзья... Надо слушать, кивать, просто принимать к сведению, да? Ну, как вариант. Очень много семейных историй можно в это время узнать. Поэтому всем потенциальным и молодым супругам я желаю долгих лет совместной жизни, совместных интересов и такого надежного сотрудничества. Любите друг друга честно. Да, классно с кого.